В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте. Начинаем наше занятие. Сегодняшняя тема нашего занятия – одинарный лежачий фальс. Мы сейчас подготовили лист железа. Сейчас мы на нем сделали с двух сторон. С правой стороны, если смотреть, вот меня. Мы сделали отгибку сумок 5 мм или П-отгибка. С левой стороны мы сделали разметку на отгибку уже 35 мм. Это малая отгибка для Г-отгибки. Сейчас мы делаем это все по схеме, которая у нас имеется. То есть, если разобраться, вот та часть, которая у нас заштрихована, это у нас будет ослабление фальса на П-отгибке и ослабление фальса на Г-отгибке. Ну, а теперь переходим к разметке. Обучение кровельщиков по металлу на разряд. Колледж водных ресурсов. Профессионально, качественно, 15 дней в оборудованной кровельной мастерской. Телефон на экране. Так. Становили. И для того, чтобы нам сделать линию сопряжения, мы применяем фальсовое лекало. Прикладываем его, как сейчас видно. И будем проводить линию сопряжения вертикальной и горизонтальной кромки. Прикладываем его, как сейчас видно. Линия сопряжения у нас вверху. Эта кромка у нас отчерчена 25 мм. Горизонтальная кромка у нас отчерчена 35 мм. Прикладываем и карандашом прочерчиваем линию сопряжения. Линию сопряжения мы провели. Продолжаем наше занятие уже в учебной кровельной мастерской. И на предыдущем занятии мы сделали выкройку картины по нашим заданным параметрам. И сейчас в мастерской мы в кровельной будем делать уже наш шаблон, согласно нашей выкройке, уже из металла. Мы подготовили небольшую металлическую заготовку. И сейчас нам нужно нашу левую часть, то есть малую отгибку или онтерфальс 35 мм. Мы сейчас при помощи нашего шаблона профиля картины, мы сейчас его и изготовим. Отложили внизу, черточку пометили и теперь вверху. И наша задача теперь соединить эти точки двумя линиями. Выбираем необходимую нам линейку. Выбрали линейку закройчика. И сейчас будем проводить линию вертикальную. Четко проводим несколько раз, чтобы было видно. В общем, это все то же самое, что у нас было на бумажной практике. Но теперь мы это все делаем на металле. Все делаем на металле. Почему очень важно сначала поработать на бумаге, потому что мы уже знаем все. Вот сделали такой шаблон из ватмана. Для чего? Для того, чтобы нам на объекте меньше терять времени на разметку. Вот мы сейчас его проверяем. Забыли отложить еще 35 мм. Можно шаблон использовать. Вкладываем 35 мм в нижней части. И проводим вертикальную линию. Проводим вертикальную, вернее, горизонтальную линию. Соединяем две точки. Горизонтальная линия, соединяем две точки. Вот мы подготовили нашу нижнюю часть нашего шаблона. Вот так он выглядит теперь. Обретает необходимый вид. 35 мм внизу. Отложили. Ну и теперь нам нужно провести линию сопряжения. Прямо по шаблону это очень удобно. Можно, конечно, здесь взять еще и наши лекалы и прочее. Но по бумажному шаблону тоже легко делается металлический шаблон. Ну, готова у нас фактически вся разметка проведена. И нам теперь осталось выбрать ножницы, которые мы будем делать. Вот так вот выглядит наш радиус на окончание гребни удлиненная. Сравниваем. Вот делали мы красивую выкройку картины. С заданным параметром у нас 35, 20, 70. Ну, а вот мы хотим поменьше сделать. 50 мм. Да, вот 70 это у нас выкройка, а 50 это мы сделали уже линию сопряжения поменьше. Мы же экспериментируем. Поэтому все то же самое, только 50 мм. Но 50 мм это наименьшая линия сопряжения рекомендуемая. То есть меньше 50 уже не рекомендуется, потому что кривизна уже будет нам мешать отгибать кромку. Как мы помним, 8 или 10 мм. Поэтому сейчас выбираем ножницы, которыми мы будем... Ножницы можно разными попробовать это отрезать. Можно радиусными потренироваться. Можно подрезными. Можно подрезными. Это уже кому как нравится. Ну, в принципе, одинаково все. Вот мы что из металла делаем, что из бумаги. В принципе, все те же самые действия. Но мы уже подготовились. Мы выбрали все-таки ножницы подрезные. Они с насечкой. Ну, тоже неплохо. Тоже неплохо тренироваться. Вдруг не будет радиусных ножниц. Можно тренироваться. Постепенно, постепенно. Миллиметр за миллиметром. Режем, режем, режем. Линию сопряжения. Вот это самое сложное. И окончательно все. Закончили наш рез. Железо при... Когда мы режем, начинает немножко изгибаться. Поэтому его можно и подриктовать при необходимости. Вот у нас фактически заготовка есть. Решили сделать еще и по нашей выкройке, которую мы красивую сделали, где у нас линия сопряжения 70 миллиметров. У нас есть наша выкройка красивая. Делали мы ее по фальцевому путеводителю. Или путеводитель по фальцу. Это первая КМЕ. Вот так вот она выглядит. Мы будем делать металлическую уже металлический шаблон. Это линия сопряжения размеры 35-20. Вот мы перенесли на металл 20. И 70 миллиметров. 70 мы перенесли на металл. То есть мы практически время держим нашу выкройку перед глазами и переносим все на металл. металл. 35-20, 20-70 и 70. То есть все проконтролировали, все мы разметку сделали уже на металле правильно. сейчас мы уже можем дальше работать с нашим уже металлическим шаблоном будущим. ну так как у нас нет шаблона бумажного провести линию сопряжения вот эту 70 миллиметров. Поэтому мы с выкройки бумажной переносим и сразу делаем металлический шаблон. Ну нам придется использовать нашу, наша лекала, которую мы использовали для того, чтобы нам сейчас немножко уточню. Вот здесь вот у нас пойдет синяя. Это у нас линия гиба, как мы помним. И стрелка указывает нам точку входа. То есть до этой точки мы берем наше лекало. Уже известное, которое мы им уже работали. Мы знаем, как им работать. И сейчас по двум реперным точкам вот первая у нас реперная точка, точка входа и вторая. Вторая точка реперная. Вот по этим двум реперным точкам все повторяем, как мы делали на бумаге. Вот можно красным для красоты поместить фломастером. Потому что у нас линия реза будет красным. Немножко размазалось. Прикладываем нужной стороной. Проверяем. Прикладываем наше лекало. Прикладываем лекало. его вращаем немножко для совпадения двух точек реперных. И проводим нашу красную линию реза. Линию реза. Таким образом мы фактически разметили наш будущий шаблон полностью под наши параметры 35 20 70 все четко как у нас на выкройке. И теперь выбираем ножницы которыми мы будем потренируемся в этот раз ножницами радиусными. Радиусными ножницами тоже надо уметь работать. Вот они режут изгибы хорошо, но прямые они режут плохо. Вот можно брать буквально 4-5 миллиметров потихоньку у нас небольшой здесь рез. Поэтому мы ну зато резать уже изогнутые линии радиусными ножницами быстрее. Эти радиусные ножницы левые. Почему левые? Потому что у нас мы отгибаем кромку слева держим ее руками чтобы было проще делать рез. Оп и закончили. Мы полностью сделали рез хотя у нас 35 плюс 20 у нас тут должен быть как бы линия гиба но так как мы делаем шаблон немножко его поправляем чтобы он не сгибался вот так выглядит шаблон полуфабрикат шаблонов из металла радиусное окончание гребня у нас их 2 1,70 вот сейчас мы его берем и на листогибочном станке можно совместить все линии гиба чтобы они точно совпали сейчас мы настраиваем нашу заготовку вот так она будет опускается верхняя балка чуть-чуть поправляем надо тоже учиться на листогибочном станке работать он длинный два с полной метра вот и теперь мы верхнюю балку прижимаем и ниже раз отогнули под 90 градусов чуть-чуть вот так вот еще чуть-чуть 90 градусов четкий четко по линии гиба четко по линии гиба ну вот так вот он выглядит это у нас шаблон здесь 70 миллиметров там где у нас линия сопряжения 73 у нас помните есть еще шаблон где 50 миллиметров линия сопряжения естественно в плане мы сейчас ее тоже заготаливаем устанавливаем проверяем по линии гиба чтобы четко все совпадало и пускаем верхнюю балку стогибочного станка большого 2500 миллиметров он 2,5 метра проверяем раз и поднимаем под 90 градусов вот так выглядит изготовление шаблона шаблона окончание радиусного гребня 50 миллиметров 50 миллиметров радиусное окончание гребня 50 миллиметров четко все вот так выглядит итак изготовили мы на листогибочном станке наш облом и теперь мы сейчас берем нашу выкройку которую мы сделали заранее и фактически по которой мы все время будем проверять вот наша выкройка нас интересует левая часть то есть там где у нас малая отгибка или унтер фальс 35 миллиметров и сейчас будем проверять согласно нашей выкройке наш шаблон вот так вот он выглядит совмещаем все идеально 35 20 70 вот так вот вид сбоку прикладываем прикладываем проверяем ну все совпадает все совпадает идеально идеально все совпадает ну так вот он выглядит еще слева сверху и сравниваем насколько вот разница изгиба линии сопряжения все-таки разная где 50 и 70 большая разница где 70 и где 50 видите то есть из-за того что у нас выше на 20 миллиметров у нас линия сопряжения более плавная более плавная но 50 миллиметров это рекомендуемое минимальное вот так мы по этому шаблону мы делали сейчас тоже по нему проверяем наш шаблон уже но металлический радиус на окончание гребни удлиненная 50 50 миллиметров 50 миллиметров вот они 50 на бумаге вот на металле все четко прикладываем проверяем совпадает все совпадает металлический шаблон у нас готов